мир всем я стою возле могилы мы сегодня простились с нашей самой старшей сестрой в деревне это наша баба серафима мы в деревне живем 7 лет как мы приехали из города и вот за семь лет первый раз я вот так вот живую именно здесь переживаю это событие когда мы похоронили человека и наверное в какой-то степени легче это переносить когда человек в глубоком возрасте в почтенном в библии написано 70 там если все 80 лет бабе серафиме было 94 года вот господь подобное прожить столько бывает при жизни разные люди и понятно осуждать это вообще не за грех бывает рассуждают размышляют о человеке хорошим или плохой ну вот ян златоус говорит когда человек умер уже он уже предстал на суд богу то есть уже не надо там не рассуждать не размышлять они все но я бы хотел сегодня взять такое вот полезное что ли событие полезный пример который преподала баба серафима возможно и другие также делают но я говорю именно про нее именно сейчас в этот момент в этой деревне в которой живу умирая она умирала в своей в своей памяти до того значит как отойти к богу она призвала всех попросила значит призвать всех и со всеми простилась у всех попросила прощения своей жизни я уже встречал такие события когда у меня был родственник мусульманин какое-то время назад уже давненько достаточно он тоже ушел из этой жизни и меня поразило что перед смертью он тоже всем звонил кого мог нам приглашал там или как-то у всех просил прощения как важно попросить прощение и уйти из этой жизни свободным то есть не остаться должником никому пока ты живой потом уже может быть поздно в моей жизненной практике я немного прожил но когда я был ребенком а мама как-то воспитала так что чтобы мы постоянно помогали бабушкам дедушкам и в нашей церкви был один очень ревностный проповедник и бог так сделал вот еще раз говорю я не берусь судить или как-то почему я просто констатирую факт что будучи еще живой то есть он ходил на ногах все в старости естественно вот бог у него от него разум вот и я будучи маленьким пацаном значит когда мы молились храме у нас два клироса есть песнопение когда клирос исходит на середину храма я постоянно его за ручку выводил был таким провожатым сюда на середину вот и также заводил он был и рашанин им тоже пел вот поэтому но там у жена была вот поэтому вот так вот в общем я делал вот чтобы не допускать даже то такого потому что наверное сегодня даже какой-то дар божий до милость божия точнее не дар божия милость божия умереть своем уме вот человек когда если бог разум отнимет в моей практике тоже были случаи когда вот перед смертью и другие люди там и у неверующих понятное дело что тогда человек не может уже покаяться тоже поэтому очень важно попросить прощения у живых пока ты еще здесь живой потому что потом когда ты умрешь уже все никакие молитвы никакие милости не уже вопрос кардинально не решат с чем человек предстал туда с тем он и будет перед богом отчитываться отвечать вот так поэтому мы сегодня помолились проводили бабушку покой господи душу ее селениях праведных где нет болезни печаль не воздыхание а нам господи дай милости пример чтобы жить здесь мире и не допускать до такого чтобы умереть без покаяния то есть молиться выпрашивать у господа эту милость чтобы умереть покаянием чтобы не наступила смерть где-то внезапно аминь 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 и аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok